Посевная в области уже стартовала, еще в 10-х числах марта. За это время в фермерском хозяйстве Пересечное успели подкормить озимы, подготовить землю для сельхозработ и приступили к севу ячменя. Ячменя будем сиять 146 гектар, одноречные травы 20 гектар, ну а потом трошки позднее будет соняшник, кукуруза, соняшник 95 и кукуруза 70 гектар. Вот это такая структура у нас. Посевная в этом году дело затратное. Долларовые скачки привели к подорожанию основных продуктов, необходимых аграриям весной. Цены на топливо, гербициды, удобрения подскочили в 2-3 раза. Но несмотря на экономические трудности, уменьшать в этом году площади, выделенные под посевы, в Пересечном не стали. Впрочем, где-то потеряли, а где-то удалось и сэкономить. Вот удобрения и гербициды, говорит председатель Николай Кононов, закупили до нового года, успели до повышения. А с дизелем промашка вышла, и топливо брали уже по подросшим ценам. Пришлось обойтись и без обновок. В полях старые сиелки. Затраты на их ремонт также выросли. Вчера было 3 гривны. Сегодня приходишь, долг подскочил, они взяли ее по 3, а они уже сразу хватаются за счетную машинку, пересчитывают. Я говорю, как ты же взял же по этой ставке, что ж ты мне по такой цене? А нет, мне надо покупать. Ну, свою сторону держат и все. Подорожали очень запчасти. Запчасти подорожали в 3 раза. Затянуть пояса пришлось и крупным сельхозпредприятиям. Для экономии здесь сократили количество удобрений и средств для защиты растений, говорят в группе Агротрейд. Не по карману в этом году оказались и импортные семена, которые обычно закупались для сравнения. Цены на дизель перед закупкой мониторят 3 раза в сутки из-за скачков доллара. За день разница может составить от гривны до полутора. Потери от лихорадочных скачков, говорят аграрии, могли бы компенсировать за счет продажи зерна по более высоким ценам. И действительно, некий рост наметился. Правда, воспользоваться им удалось не всем. Люди были вынуждены кредиты гасить до Нового года, когда цена на кукурузу, на подсолнечник еще не выросла. Она не успевала за ростом курса доллара. Если кукуруза и стоила 150 долларов раньше, то она и сейчас стоит 150. Те же, кто не отдал зерну за бесценок и смог додержать до более высоких цен, все равно остались на кладе. По сравнению с прошлым годом, говорит Александр Воскобойник, зерно в долларовом эквиваленте даже подешевело. Сегодня кукурузу можно реализовать за 3 300-3 400 гривен за тонну, а пшеницу за 4 500. В процентном соотношении мы где-то процентов 20 не дотягиваем. Цена реализационная нашей продукции и цена закупочная, которую мы закупаем себе ТМЦ. Мы процентов 20 отстаем. Такая ситуация уже начинает выводить отдельные компании с рынка. Те, кто не успел подготовиться к весеннеполевым работам еще до Нового года, в этом году получат меньше урожая. Есть и такие, кто передают земли в субаренду, понимая, что не вытянут такой нагрузки. Оксана Нечапаренко, Александр Романовский, Александр Проценко, Агентство телевидения новости.